добрый день ребята тема нашего урока прямоугольник свойства прямоугольника цели обучения знать определение прямоугольника выводить его свойства и признак итак какую фигуру называют прямоугольником можно сказать что это четырехугольник у которого все углы прямые а противоположные стороны равны и параллельны сформулируем тогда следующее определение прямоугольник это параллелограмм у которого все углы прямые так как прямоугольник является параллелограммом он обладает всеми свойствами параллелограмма противоположные стороны равны и параллельны противоположные углы равны углы прилежащие к одной стороне составляет в сумме 180 градусов. Диагонали пересекаются и точка пересечения делится пополам. Ребята, сейчас возьмите, пожалуйста, тетради и построите прямоугольник. Постройте также диагонали и измерьте их. Что вы заметили? Оказывается, у прямоугольника есть особое свойство. Оно заключается в том, что диагонали прямоугольника равны. Для доказательства рассмотрим прямоугольник ABCD с диагоналями AC и BD. Доказательство. Прямоугольные треугольники ABD и DCA равны, так как AD это общий катет, AB равна CD. Следовательно, диагонали AC и BD равны, что и требовалось доказать. А сейчас, ребята, решим устно задачу. Меньшая сторона прямоугольника равна 20. Диагонали пересекаются под углом 60 градусов. Найдите диагонали прямоугольника. Для того, чтобы определить, является ли данный перелограмм прямоугольником, можно применить признак прямоугольника. Он вытекает из особого свойства прямоугольника. Если в перелограмме диагонали равны, то этот перелограмм прямоугольник. Рассмотрим ABCD перелограмм с равными диагоналями AC и BD. Нужно доказать, что ABCD – прямоугольник. Доказательство. Треугольник ABD и треугольник BCD равны по трем сторонам. Сторона AC равна стороне BD по условию. AB равно CD – это свойство перелограмма. AD – это общая сторона. Следовательно, угол BAD равен углу CDA. Но известно, что угол BAD плюс угол CDA равно 180 градусов. И угол BAD равен углу BCD. Угол CDA равен углу CDA. Поэтому угол BAD равен углу CDA. A равен углу BCD равен углу CDA и равен 90 градусов. Значит, ABCD – прямоугольник, что и требовалось доказать. Ребята, а сейчас с вами рассмотрим следующую задачу. Дан ABCD – прямоугольник. АК – бисектриса угла А. Бисектриса поделит сторону BC на два отрезка. BK равен 6 см, KC равен 2 см. Найти периметр ABCD. Итак, решение. АК – бисектриса угла А. Тогда угол BAK равен углу DAC и равен 45 градусов. Треугольник ABK – прямоугольный. Тогда угол BKA будет равен 90 минус угол BAK, равно 45 градусов. Треугольник ABK мы получили равнобедренный. Тогда сторона AB будет равна стороне BK и равна 6 см. AD мы знаем равно BC, равно BK плюс KC. 6 плюс 2 равно 8. Периметр ABCD будет равен 2 умножить на AB плюс AD, равно 28 см. Ответ – 28 см. Рассмотрим следующую задачу. ABCD – прямоугольный. Угол CAD равен 30 градусов. Диагональ AC равна 14. Найти периметр треугольника АУБ. Решение. Треугольник ACD прямоугольный. Угол CAD равен 30 градусов. Отсюда CD равно AC делить на 2, равно 7 см. Так как катет, лежащий напротив угла в 30 градусов. Тогда AB равно CD, равно 7 см. Прямоугольники диагонали равны и точка пересечения делится пополам. АУ равно BO равно AC делить на 2, равно 7 см. Периметр треугольника АУБ будет равен 21 см. Ответ – периметр треугольника 21 см. Ребята, следующий предлагаю решить задачу с алгоритмом решения. Условие. Периметр треугольника АУБ равен 38 см. Найти длину его большей стороны. В решении расписаны шаги, что нужно сделать. Первое. Найти угол B данного прелограмма. Найти гипотенузу треугольника BCK. Третье. Найти сторону АВ, если периметр прелограмма равен 38 см. И четвертым действием указать большую сторону прелограммы. Субтитры создавал DimaTorzok